Девушки отдыхают В этом разделе, изучение которого мы, возможно, продолжим на следующей неделе, семинарских занятий у нас с вами больше не будет, мы их уже выполнили, в заключительной его части мы также рассмотрим вопрос о применении библейского богословия. В целом, посмотрим, как пойдут дела. Есть вероятность, что уже на следующей неделе наш курс закончится, немного раньше, чем предполагалось. Хотя многое будет зависеть от темпа моей речи. В качестве введения давайте обратимся к одному спорному вопросу. Итак, взаимосвязь библейского богословия, как понимаю и преподаю его я, и систематического богословия. Для начала предложу вам две истории, иллюстрирующие суть полемики. Переехав из Сиднея в Мельбурн для того, чтобы возглавить там колледж, богословский колледж, в 1992 году, я познакомился с преподавательским составом и, в частности, с преподавателем систематического богословия. Он знал, что до этого я преподавал в колледже Мура в Сиднее, в котором библейскому богословию уделялось огромное значение. Поэтому с самого начала он счел необходимым сообщить мне о своем неприятии библейского богословия как учебного предмета. Его понимание богословия сводилось к преподаванию Библии через призму никейского символа веры IV века. Вот такое преломленное через никейский символ веры обучение Библии. Именно он занимал место между экзогезой и богословием. Позже, в 1998 году, я был в академическом отпуске в Англии, во время которого преподавал в богословском колледже на севере Лондона. Там я познакомился со студентом-старшекурсником, который обучался библейскому богословию у себя в церкви, у одного известного британского проповедника, имени которого я называть не буду. Так вот, в любом вопросе этот проповедник рекомендовал открывать Библию, исследовать ее на нужный предмет от откровения до бытия, а потом пытаться предложить свой ответ. Ему объясняли, что систематическое богословие — это некая навязанная библейскому тексту парадигма. В конце концов, у нас есть непосредственно Библия. Однако этот студент сталкивался с трудностью практического характера. Так, если ему задавали вопрос, скажем, после богослужения в церкви, ответить на него он сразу не мог, ибо сначала должен был пролистать всю Библию. Отсюда у него возникла потребность в подходе, принятом в систематическом богословии, с тем, чтобы уметь резюмировать необходимый библейский материал. И все бы ничего, только это вызывало у него не самые позитивные чувства, учитывая то, чему его раньше учили. Так вот, смотрите, с одной стороны у нас человек, утверждающий, что при наличии систематического богословия в богословии библейском и вовсе нет нужды, а с другой — тот, кто вырос на втором и с трудом принимал первое. Совершенно ясно, что по поводу определения их взаимосвязи могут возникать самые разные мнения. В качестве обзора приведу несколько основных подходов или моделей. И первая модель, мы переходим ко второму разделу в конспектах, — это модель Джона Мюрре. Родился он в 1898 году и умер в 1975. На протяжении многих лет он был известным преподавателем систематического богословия в Вестминстерской богословской семинарии, особенно в третьей четверти 20 века. Это богословская семинария находится в Филадельфии. В 1963 году он написал две очень содержательные статьи по систематическому богословию. Сначала они появились в Вестминстерском богословском журнале в 1963 году. У вас в конспектах имеется библиография, поэтому эту статью вы там без труда найдете. Так вот, в своих статьях автор определяет библейское богословие как, цитирую, «Задача систематического богословия состоит в том, чтобы систематично и последовательно изложить истину о Боге и его взаимоотношениях с человеком и миром, как она представлена в Откровении». Задача систематического богословия состоит в том, чтобы систематично и последовательно изложить истину о Боге и его взаимоотношениях с человеком и миром, как она представлена в Откровении. Данное понимание требует, во-первых, последовательности, изложения внутренней взаимосвязи и взаимного раскрытия библейских понятий, а во-вторых, систематичности, то есть упорядоченности этого изложения. Поэтому такое богословие и называется систематическим. Так как же в эту картину вписывается библейское богословие? Постепенно мы с вами будем выстраивать соответствующую схему. Цитаты. «Систематическое богословие следует отличать от дисциплины, известной как библейское богословие». Таким образом, автор предлагает разграничивать эти виды богословия, что я и пытаюсь изобразить на доске. Мы имеем дело с разными дисциплинами. Это отнюдь не значит, что последнее, то есть библейское богословие, основано на Библии более, нежели систематическое. Действительно, последнее рассматривает библейские свидетельства в той степени и постольку, поскольку они имеют отношение к богословию. А общее откровение в предметную область библейского богословия не входит. Общее откровение — это открытие Богом себя посредством природы. Систематическое богословие следует как общее, так и особое библейское откровение. Тогда как библейское богословие занимается изучением особого откровения, то есть Библии, а не творения как такового. Однако повторюсь, что от этого библейское богословие не становится более библейским. Просто его предметная область несколько уже, скажем так. Что еще? Тем не менее, учитывая то, что основным источником Божьего откровения служит Священное Писание, систематическое богословие в абсолютно равной степени с библейским основано на Библии. Отличаются они лишь методологией. Подытожим. И первое, и второе исследуют Божьи откровения. То есть изучают один и тот же материал, но разными методами. Так, библейское богословие исследует особое откровение с исторической точки зрения. А систематическое богословие делает то же самое, рассматривая откровение в его целостности как законченный продукт. Сформулировать это можно примерно так. Библейское богословие интересует процесс, процесс раскрытия откровения. А систематическое богословие имеет дело с конечным продуктом во всей его целостности. Систематическое богословие пользуется логическим методом, а библейское — историческим, что вполне объяснимо, ибо здесь мы исследуем процесс откровения. А здесь, как только это откровение предстало пред нами в целостном виде, логично задаться вопросом, что в нашем анализе должно занимать первое, второе, третье, четвертое и пятое место, если организовать библейский материал иначе. Ему импонирует подход Герхарда Восса. Помните, мы говорили о нем еще в начале курса, в рамках темы «История дисциплины». Это одна из ключевых фигур в истории. Итак, автор статьи подчеркивает разницу, цитируя Восса. «Библейское богословие — это раздел экзогетического богословия, который изучает процесс откровения Богом самого себя в тексте Библии. Ключевое слово в данном определении — процесс. Процесс применительно к особому Божьему откровению. Видите, развиваю свое двуязычие. Так в чем же польза библейского богословия для богословия систематического? Читаю дальше. Если библейское богословие занимается исследованием процесса откровения Божьего, заключенного в его слове, следует понимать, что такое специализированное изучение Библии не просто не антагонирует с систематическим богословием, а является для него крайне необходимым, так как последнее зиждется на Библии. В отдельных случаях современный интерес к библейскому богословию обусловлен или, по меньшей мере, связан с антипатией, враждебностью к систематике или, как ее иногда называют, догматике. Последнему часто приписывают абстрактный, философский характер и, следовательно, отказывают ему в динамическом реализме и силе, которые должны характеризовать любое воспроизведение библейских текстов. Подобное обвинение нельзя отвергнуть по причине отсутствия основания, имеется в виду обвинение систематического богословия в формальности и абстрактности. Систематическое богословие нередко выдает холодный формализм, что не позволяет ему выполнить свою основную задачу и должным образом и в должной степени соприкоснуться с живым Богом и Его Словом. Далее автор продолжает. Цитата. «Библейское богословие имеет огромное значение для богословия систематического». Данное утверждение, говорит, он требует разъяснения по поводу того, каким образом систематическое богословие зависит от богословия библейского и каким образом первое играет ключевую роль для второго. Главный источник откровения Библии, следовательно, экспозиция Писания для систематического богословия носит фундаментальный характер. Ее назначение состоит не просто в экспозиции отдельно взятых библейских текстов. Это задача экзогезы. Напомню, экзогеза – это толкование библейских текстов. Мюррей определяет ее так. Систематика же призвана согласовывать учения, содержащиеся в отдельных текстах, и систематизировать его в рамках подходящей темы. Например, в чем заключается библейское учение о Боге? На основании лишь одного текста его не сформулируешь. А разрозненные тексты необходимо надлежащим образом согласовать и показать их последовательную взаимосвязь. Этим, по словам автора, и занимается систематическое богословие. Таким образом, для систематики характерен синтез, который не присущ экзогезе как таковой. Экзогеза имеет дело с отдельно взятыми текстами, тогда как систематика сводит их воедино, приводит к единому знаменателю. В этом и состоит его цель. Однако в той мере, в которой систематическое богословие синтезирует библейское учение, то есть выполняет свою основную задачу, оно зависит от экзогетики как науки. Систематическое богословие не способно устанавливать взаимосвязи между отдельными текстами Писания, если не раскрытой остается их суть. Вот почему экзогеза является ее интегральной составляющей. И это следует подчеркнуть. Таким образом, у нас есть систематическое богословие и есть экзогетика, взаимодействие которых является необходимым моментом. Систематическое богословие, отмечает автор, значительно пострадало. Оно утратило правильный фокус, ослабив свою центрацию на библейской экзогезе. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Помню, как еще давно мне довелось общаться с одним молодым студентом-богословом, который обучался в колледже иной направленности, чем тот, где учился я. Так вот, он сказал, что целый семестр они изучали систематическое богословие и при этом на занятиях так ни разу и не открыли Библию. За весь семестр. Джону Мюррею это бы не понравилось. Вот почему вышеупомянутая претензия лишь дополняет выдвигаемое обвинение. Чем больше систематика оторвана от экзегеза, тем более безжизненной и костной она выглядит. Поэтому, если вам пытаются преподнести библейское учение, не обращаясь при этом к самой Библии, знайте, что здесь что-то не так. Залогом здравого систематического богословия служит его укорененность, его непрестанное обогащение и все более глубокое проникновение в Божие Слово. Экзегеза обеспечивает систематике не только эту прямую взаимосвязь со Словом, но и наполняет все ее аспекты силой, черпаемой из Слова, которая жива и действенна. Далее автор переходит к вопросу о сути библейского богословия. Какие функции оно выполняет в данном процессе? Библейское богословие признает, что особое откровение не было дано сразу и одновременно. На это ушло время. Мы обретали его постепенно на протяжении веков и поколений. И для человечества оно всегда было достаточным. Жизнь человека регулировалась извне посредством особым образом явленных заповедей и правил. От всякого древа в саду ты будешь есть. Вот что он имеет в виду. Итак, особое откровение было всегда дано человечеству в достаточной степени. Когда наши прародители впали в грех и были изгнаны из рая, человечество тут же получило искупительное по своей сути особое откровение, которое поддерживало их веру и регламентировало жизнь в новых условиях, уже за пределами Эдемского сада. Так начался процесс постепенного раскрытия особого откровения, о котором свидетельствует Библия. А вот подробности этого процесса помогает нам выявить как раз-таки экзегетика. Такова мысль автора. На основании анализа отдельно взятых текстов, но при учете общеисторического полотна. Опираясь на это, Мюррей утверждает следующее, и это, на мой взгляд, его ключевая мысль. Цитата. «Таким образом, библейское богословие выполняет по отношению к экзегезе регулятивную функцию». Библейское богословие управляет экзегезой. Думаю, все это выражено образно. Иначе говоря, апелляция конкретным библейским текстом в систематическом богословии происходит в свете богословия библейского. Это как раз то, что я пытался донести фразой путем помещения текста в непосредственный контекст, и так далее, и так далее, в свете развития истории искупления. Это и есть главный интерфейс систематического богословия. Автор говорит, цитата, «Систематическое богословие непосредственно связано с экзегезой. Оно соотносит и синтезирует все библейские тексты в рамках основных тем, которые в нем представлены. Однако эта задача невыполнима без фундаментальной роли в этом здравого библейского богословия». Может показаться, что на систематическое богословие наложено непомерное ограничение, требующее того, чтобы столь ключевая для него экзегеза строго зиждилась на принципе библейского богословия. А это, как кажется, вступает в конфликт с каноном, столь значимым для экзегеза и систематики. Речь идет об аналогии Писания. К этой мысли мы еще вернемся. Я озвучил ее постольку, поскольку она фигурирует в данном тексте. Но, продолжает автор, это всего лишь иллюзия. Дело в том, что если только систематическое богословие основано на богословии библейском, оно выполняет свою подлинную задачу и достигает своей подлинной цели, перефразируя автора, заключенной в словосочетании аналогии Писания. Но об этом, как я уже сказал, мы поговорим позже. Данное выражение возникло у реформаторов еще как минимум в XVI веке. Библейское богословие регулирует экзегезу. Библейское богословие задает формат использования Библии систематическому богословию. Библейское богословие Библейское богословие действует... Продолжение следует...